Здравствуйте, дорогие телезрители, дорогие подписчики канала Айрведа, канал о вкусной и здоровой пище. Итак, сегодня 7 июня, я приветствую вас на канале Айрведа. Ну вот, практически недели у меня здесь не было, да, опять похолодание было, опять были дожди. Вот вчера, сегодня, такие вроде бы дождей нет, вот к вечеру обещают дождик опять и похолодание на этой неделе. Ну то есть вот сейчас вторая половина дня, до 6 часов вечера у меня еще есть время, 6 часов вечера обещают дождик. И до 6 часов вечера вот я пришла сюда сегодня на огород посмотреть. У меня здесь не было с четверга, в последний раз я здесь была 1 июня и сажала кабачки. Ну вот я сейчас обошла, здесь сегодня 22 градуса, жарко на улице, я решила, да, прийти на огород. Не люблю, когда холодно, вчера было 17 градусов, было прохладно, но было спокойненько, ветра не было, но сегодня ветер, ветерочек дует, но намного жарче. Сегодня 22, и светит солнышко, солнышко припекает. Вот я сейчас пришла на огород, смотрю здесь, какая здесь ситуация. Вот с 1 июня меня здесь не было, значит, я сажала здесь кабачки. Ну вот 7, сегодня 7 день. Смотрю мои посадки, ну здесь все сухо, конечно, здесь никто не плевал, дождик проходит, и земля, в принципе, земля, она на поверхности сухая. Ну вот если вот так вот мы немножко пальцем проверим, да, насколько земля, насколько она влажная, то есть мы видим, что здесь вот дальше уже влажная земля, сырая. То есть на поверхности, на поверхности вроде бы сухо, да, и люди думают, кто не знает, например, да, как проверить, надо поливать, не надо поливать. Да, она смотрит на поверхности сухо, начинает поливать, хотя ночи достаточно холодные. Вот я утром встаю, я встаю утром, в 5 часов утра я встаю и открываю окошко, чтобы проветрить комнату, и на окне видно, окно начинает запотевать. То есть это говорит о том, да, что ночь холодная, ночь прохладная, и окно начинает запотевать с внешней стороны. То есть ночи холодные еще, недостаточно, ночи теплые, и при такой температуре, конечно, кабачки могут не взойти. Но будем, конечно, надеяться, что они взойдут. Вот уже дует ветерочек, тучки разгоняет ветер. Вот, может быть, я успею до начала дождя порыхлить хотя бы сегодня. Ну вот, можно проверить, да, как проверить. То есть ночи холодные достаточно, и днем тоже не так тепло, поэтому можно не поливать. Тем более, что идут дожди периодически, да, можно не поливать. Если дождик прошел, например, да, например, то можно не поливать уже посадки. Потому что вот мы смотрим, да, что на поверхности сухая земля. На поверхности она сухая, да, но если мы вот так вот проверим это все, да, пальцем, вот дальше уже она будет влажная, вот дальше, дальше она уже влажная земля. То есть нет необходимости поливать растения каждый день, даже если на поверхности сухо. Потому что при такой погоде, когда ночи холодные, 5 градусов, да, нижняя отметка, 5 градусов тепла ночью и днем, не так тепло, да, 17-18, ну 20, вот вчера 20 градусов было. Сегодня первый день жара. Но, тем не менее, ночи холодные. То нет, и дожди периодически идут, нет необходимости поливать грядки каждый день. Почему? Растения еще маленькие, да, маленькие. И они могут сгнить просто, да, например, та же самая свекла. Но тут, конечно, зависит от культуры, например, да. Ну, например, вот клубника, да, то есть клубнику не стоит слишком часто поливать. Но хотя вот в период цветения, да, когда у нее начинает, клубника начинает набирать плоды, начинает завязываться, ну, может быть, конечно, нужно ее поливать. Ну, вот, например, свекла, да, свекла, морковка, она может, ну, маленькие росточки, да, и от чрезмерной влаги они могут, растения могут просто сгнить. То есть здесь тоже нужна умеренность. И вот потом я заметила такую тенденцию, вот даже горох у меня пожелтел слегка. То есть не знаю, с чем это связано. Либо с тем, что идут дожди, да, нет тепла такого постоянного. Либо это связано с тем, что, наоборот, не хватает, может быть, солнца, да, чрезмерное открытое место может быть здесь. То есть вот горох уже пожелтел. И растения, я заметила такую тенденцию, да, чем меньше я поливаю свеклу, морковь в период, то есть в процессе роста, да, тем лучше она хранится зимой. Та же морковь, та же свекла. Поэтому я вот решила, да, реже поливать и свеклу, и морковь. То есть я это заметила. В этом сезоне у меня не было ни одной выброшенной свеклы, хотя свеклу мы никогда не выбрасываем. Она очень хорошо хранится в погребе. И одна морковка только была мной выброшена. Одна морковка за всю зиму хранение в погребе. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что технология соблюдена, технология выращивания соблюдена. Когда мы не заливаем наши растения, да, даже когда они еще маленькие, мы их не заливаем. И по мере роста мы их не заливаем водой. И перед сбором урожая мы тоже стараемся не лить много воды. То есть вот от этого зависит, как будут храниться ваши плоды в погребе. От того, насколько вы их чрезмерно поливаете. Вот это я заметила тенденцию по моим наблюдениям. Поэтому чем меньше мы поливаем, да, тем лучше для растения. Тем более в период роста, когда растения еще очень маленькие. Они могут просто сгнить, да, и погибнуть. Если мы их, например, много очень влаги, чрезмерная влага. То есть здесь тоже нужно смотреть, да, найти вот эту золотую середину, когда поливать растения. Тем более если дожди периодически капают, да, и ночи холодные, да, и дни не очень теплые, не очень жаркие. Тем более июнь в этом сезоне выдался не очень теплый. Да, поэтому как раз июнь это то время, когда вот период роста, да, период роста, период плодоношения. Это самый ответственный месяц, июнь. И вот как раз июнь в этом сезоне выдался не очень теплый. Вот, ну не знаю, как дальше будет. Вот сейчас я кабачки, полью кабачки, пройду. Полью все посадки, петрушку, петрушку, мяту. Клубнику, наверное, я не буду поливать. Если будет дождик, клубнику можно не поливать. Вот она уже начала завязывать. Цветочки на ней уже появились. Она уже начала плодоносить. Вот здесь такие ягодки на ней. Вот, то есть посмотрим, как в этом сезоне будет клубника развиваться. И дальше уже, вот я смотрю, что появился эндау. Вот здесь вот, по всей видимости, вот это эндау. Дальше, дальше уже идут. Но пока я не буду трогать, дабы не повредить. Я еще просто не знаю, как выглядит эндау. Вот, и дальше здесь, на этой стороне, здесь уже базилик. Тоже пока не знаю, где базилик. Но вот, по всей видимости, да, даже пока не знаю, где базилик. Пока что не буду я его трогать. По всей видимости, вот базилик фиолетовый. Вот он, вот он зашел уже. Но пока я не буду его трогать, потому что я еще пока не уверена. По всей вероятности, это базилик. Вот он, фиолетовый. Все остальное, это сорняк. А это эндау. Но пока что я не буду трогать, я просто полью. Это все порыхлю. Дальше лолоросса. Вот здесь вот лолоросса тоже уже начинает сходить. Так, вот я смотрю, где у нас лолоросса. Вот, вот лолоросса. Вот такие у него два листика. А вот это лолоросса. Значит, остальное, это все у нас сорнячки. Лолоросса. И дальше фасоль. Фасоль, горох. Да, зашел шпинат. Вот было написано, что его надо замочить предварительно. Но, тем не менее, вот без замачивания он уже у меня зашел. Вот шпинат зашел. То есть, достаточно хорошая схожесть у этих семян. Это компания, по-моему, Гавриш. Семена. Семена.ру. Русский огород. Ну, вот мангольт уже достаточно большой. Тоже уже его видно, что это мангольт. Горошек чуть пожелтел. Ну, и дальше свекла. Свекла и морковка. Ну, то есть, впереди у меня пикировка. Мне нужно будет распикировать свеклу. Распикировать. Вот. То есть, вот как бы... Потому что вот смотрим, что уже у свеклы... Свекла дала основные два листика, да. И она дает еще следующие листики. Вот у нее пошли молозенькие два листика. То есть, это говорит о том, что свекла уже развивается, да. И ее можно уже дальше рассаживать. Рассаживать свеклу, чтобы она быстрее выросла. Быстрее начала в корень уходить. Рост начал у нее в корень уходить. То есть, чтобы плод развивался. Ее для этого нужно рассадить. Ну, и смотрим. Вот морковка тоже дала уже два листика, да. Это основные два листика. И вот начинает уже у нее появляться такой вот кучерявый листик. Кучерявый. То есть, она уже тоже уже начинает расти. То есть, морковка тоже растет. Но ее сейчас надо полить. Для начала слегка мы ее сейчас польем. Я ее пойду пролью. И после этого я ее порохлю. Сначала давайте польем кабачки. Вот. Потом пройдем дальше. Польем все посадки. И дальше уже порохлим. Вот как бы сегодня такие планы. Плюс я еще принесла пакет бархатцев. Посадить семена. Но если я успею до дождя это сделать. Вот там вот огромная туча. Если я успею это сделать до дождя. То мы сегодня посадим бархатцы. Если нет, значит бархатцы мы посеем в следующий раз. Когда будет хорошая погода и не будет дождя. Так, сейчас я поливаю кабачки. Кабачки пока мы поливаем из лейки. Кабачки пока не пройду. Спецед queria! Я сумма понятно. Потом яலела кабачку . Продолжение следует... 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 морковка она неприхотлива очень за ней легко ухаживать поэтому рекомендую всем выращивать морковку на своих участках очень полезная во первых для здоровья даже можно вокруг вот так вот прорыхлить то есть не обязательно каждое растение рыхлить можно просто вот и 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 Продолжение следует... 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 вот это вот растение чувствует потому что растение оно живое семена семечки да сами семечки будущие растения они живые тоже они все чувствуют да а и Продолжение следует... То есть достаточно вот так вот пройти вдоль всей линии. Земля влажная, солнышко светит сейчас. Благоприятно вот это время для роста морковки. То есть буквально просто проткнуть землю этого достаточно. Дать доступ кислороду. Доступ кислорода дать... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Почти морковка здесь везде взошла. До встречи в этом месте. Редактор субтитров А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Если она dagger,ligen Ага Продолжение следует... Просто проткнуть землю. Ну вот это вот сорняк. Однозначно это вырываем сразу. Выбираем все камешки. Вот так вот. 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 Вот так вот.